Тут общество разделилось на два лагеря. Первый лагерь говорит, что Украина едина, это наши территории, мы должны все-таки их интегрировать обратно. Второй лагерь говорит, что Донбасс это такой себе троянский конь, которого, в общем, пустив в состав Украины обратно, и он в результате будет дальше разлагать остальную часть, что это такая себе гангрена, которую нужно отрезать. Вот я давно и системно, вот на вашем тоже телеканале была отдельная передача, там посвященная блокировать или не блокировать Донбасс, это еще было летом, и желающие могут найти этот эфир, что я достаточно четко говорил, что не нужно блокировать, нужно интегрировать обратно. Вот спустя полгода на ту же позицию встал Петр Порошенко, вот это редкий случай, но по этому вопросу я с ним абсолютно согласен, что добро наше, территория наша, ну, плохо, сложно, но нужно забирать обратно. Но для того, чтобы это случилось, опять-таки, кроме всего прочего, и западные партнеры, и российская сторона, и все требуют от нас проведения выборов там. И опять-таки большой привет Петру Порошенко, который повторяет, что за 4 года у нас никаких выборов не будет. Тогда возникает вопрос, а как с Донбассом там же выборы провести? Все равно в итоге придется. Поэтому, соответственно, вот это его единственный внятный месседж. И действительно, скорее всего, в 2016 году будет постепенно Донбасс возвращаться в состав Украины. Будут с ним очень большие проблемы, потому что непонятно, как вернуть Украине контроль над государственной границей. На данный момент Украина государственную границу не контролирует. Более того, она ее, в общем-то, не идеально контролировала и в лучшие годы, там, если взять какой-нибудь год 2011-2012, то сказать, что у нас через границу ничего не просачивалось, ни нарко-трафик, ни контрабанда, и ничего, это было бы преувлечением. То есть такого идеального, хорошего контроля над границей не было. Сейчас ситуация намного усугубилась, а все-таки контроль этот вернуть желательно, и вот проблема сейчас это стоит. Потом проблема выборов там тоже, конечно, очень большая, потому что для выборов нужно обеспечить их соответствующую легитимность. Там в настоящий момент слишком много людей с автоматами, что дает большую статистическую погрешность в результатах выборов. И как вот эту ситуацию подготовить, чтобы все-таки выборы прошли нормально, это тоже большая проблема, большая головная боль. Но все-таки постепенно процесс этот будет запущен, и как бы это кому-то хотелось или не хотелось, но Донбасс будет возвращаться в состав Украины. Может быть, это произойдет не в 2016 году. Может быть, для этого потребуется еще один год, 2017. Может быть, 2018. То есть, может быть, затянется этот процесс. Но сам тренд, в принципе, понятен, что все-таки территория возвращается, и это не может не радовать.